Например, сегодня пятая пара не будет? Нет. Нет? Нет. У вас есть 200 метров. Мы все здесь. Нам отлично сказать. Что за пара, конечно? Ну, в смысле, то что мы... Так, ну, а для пола вообще еще... Так, вспоминаем, что делал еще, внимательно. Не знаю, какой я смысл напоминаю. Да, теория возмущений у нас. И решаем по теории возмущений уравнение штрейдинга. Какое-то вот такое. Оператор гаммельтона действует на структурную функцию неведомую. Неизвестно, она равна. Е на эту же самую функцию. Так, 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 так. Фи – это ванная функция системы. Е – это собственное значение оператора гаммельтона, а он же энергетический спектр. В конечной системе у нас выступает всего-то нам всего один электрон. Ну, этот электрон не абы где, он находится вблизи протона. А еще, вдобавок к тому, что он вблизи протона, еще других электронов там нет. И еще накладывается однородный электрический пояс. То есть, оператор гаммельтона H записывается как сумма трех слагаемых. Первое слагаемое – это генетическая энергия электрона, которая всегда есть, никуда не девается. Второе слагаемое – это потенциальная энергия взаимодействия электронных протонов. А третье слагаемое – это взаимодействие электрода, который является, конечно же, зарядной частицей, с электрическим полем. Долго-долго, а теперь, вроде бы не недолго, быстро мы с этим делали. Мы в прошлый раз разобрались, и оказалось, что это просто-напросто плюс E. Электрическое поле у меня вот такое глупое у нас начинается. И здесь шаряное взаимодействие E. Ну, R – это радиус вектор электрона. Здесь внимательно стоит муту радиус вектора. И, конечно же, у меня платон находится на координате. Вот так выглядит оператор гаммельтона. Можно сразу же сказать, что что это уравнение с таким гаммельтонианом и половым пунктом, который зависит от трех перемен, запускает электрическое изменение или нет? Как вы думаете? Наверное. 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 Может быть. Не исключено. Вот так. Оно допускает разделение переменных в специальных параболических координатах, а именно дерьмо мужчине, разбивает весь оператор гаммельтона на два слагаемых. То есть первое слагаемое я обозначил законной скобкой. Ну, а все. Что вне его – это второе слагаемое. Первое слагаемое я обозначаю символом H индекса 0, а второе – это пусть будет буквой V. Почему именно так разбил? А потому что для оператора гаммельтона H нулевое, для оператора гаммельтона H нулевое, известно решение уравнения шагинга. H нулевое. Если вы вносите на символик с антоль группу, я вот на этой пешке, от R зависящей. Угу. Тереть. И на P с антоль группу от R. Что это за функция? Ну, это состояние электронного атмосфера в отсутствии всяких остальных полей. Да что ж такое? По-другому стонет. Заходите, добрый друг. Заходите, выходите. Всем мы рады. Да. Что известно про решение этого уравнения? Сам оператор гаммельтона H нулев с невозмущенным так называемым оператором гаммельтона H нулевым. Известно, что энергетический сектор может нумеровать натуральным числом n. Это называется даже главное пасторное число. Молодой функции тоже от этого n зависит. да нет. Однако, однако, благодаря право на что так называемым выражением вынужденный энергетический сектор есть несколько пункций вот тут еще дополнительные индексы есть про индексы R и R которые которые у которых то состояние описывание которыми имеют то же самое энергии то есть вот есть вот диаграмма вот здесь энергетический сектор так это энергетический уровень отличающий n равным и так далее ну и и далее нарастает вот у нас схематические изображения энергетического спектра невозмещенного операция регуляционного H0 он выражен что это означает что состояний у нас с одной и той же энергией может быть несколько ну вот с n равным единицей все вроде бы куда не шло там действительно орбитары не выражены а вот при n равном горке оказывается несколько состояний у нас слиплись в один энергетический уровень то есть там четыре волновые функции и одну и туру энергетику и вот на вот это состояние мы рассматриваем действия операторов возмущения мы смотрим что изменится после того как у нас прибавится взаимодействие этого с внешним электрическим портом а что нужно сделать для того чтобы рассмотреть я очень долго расписывал рисовал разные картинки конечно но а а а а рэп а 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 вывод всего того что я рассказал Что нужно сделать, чтобы найти расщепление? Первое. Нужно взять все функции, соответствующие выращенному уровню. Теперь у нас в случае четыре штуки. Раз. Н равной бульки, прям равной бульки. И вот C, 2, L, M. Следующий пункт программы. Нужно взять все матричные элементы оператора возмущения на выбранных четырех функциях. Матричные элементы я могу обозначить так. Это будет 2, L' M'. Вот эти операторы взять. Следует 2, L, M. Функции у нас четыре штуки. Матрица. Если здесь у меня четыре состояния, здесь четыре состояния. Матрица будет 4, 4, 16 матричных элементов. Это второй шаг. Самый сложный, самый отремительный, самый неприятный. Третий шаг. Матрица получена. Матрица 4, 4. У этой матрицы можно найти собственные значения и собственные вектора. Собственные значения вычитает собственные векторы. Так вот, собственные значения этой матрицы, это и будут поправки к НМИ. Поправки первого порядка. Первого порядка первого мужчины. Собственные значения реально. Ну ладно, и... У нее есть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Част Borja. Итак, собственные значения матрицы оперативного вмещения, это поправки к НМИ. Если все собственные значения будут разными, это означает, что у нас после продолжения возмущения энергии окончательных состояний все будут разными. И это будет полное снятие вырождения у выраженного уровня. Если среди собственных значений оказаться совпадших, если не все совпадят, все одинаковые, то это будет смещение всего энергетического уровня как целого. Если часть их одинаковая, а часть другой значения, то это будет частичное снять образы. Но посмотрим, что у нас будет для данного операторого смещения и для данного энергетического уровня. Так. По-моему, к этому месту мы в прошлый раз пришли и я даже начал выписывать материал-матричный элемент. Было такое дело? Да. Да? Да. Ой, ой, ой. Маточный-матричный элемент. Начал пристать, начал пристать и дотреоблазовывался. Ну, во-первых, возмущение у меня было записано две месяца в другом виде. Я направил электрическое поле, запряженность электрического поля в Толи-Аси-Зет. И скалярное произведение у меня упростилось. После этого воспользовался тем, что функция φ с индексом 0 плюс q nfm в качестве индекса включается, зависящая от радиальной филлической перемен, азимутального угла. Это есть произведение двух функций. Первая из них – это так называемая радиальная волновая функция, зависящая от главного классного числа до детального классного числа. Радиальная волновая функция, значит, только радиальный филлический перемен. И умноженная на угловую часть филлической гармоники. Филлическая гармоника – это единственная функция, такая собственная функция угловой части оператора, лопат. Так вот, у нас зависит от двух квантов числа, от квантовичка L, квантовичка M. L называется орбитальным квантовичком L, M называется квантовичка. Ну, и зависит от угловых переменок, то сколько она обзывает. Возмущение грядка электрона, напряжённого клетчатого поля, и здесь должна стоять Z-координата электрона. Z-координату я в шиллической системе координат представил как R, F, A, 8, N, T. Это было ещё один раз. Так вот, собрал всё это вместе, поставив в интеграл, который является маточный элемент. У меня после некоторых хоханаев-хоханаев оказалось, что весь трёхмерный интеграл, интеграл по переменной R, θ и φ, сбивается на звене двух интегралов, а один из них это интеграл по R, другой интеграл по T и по сути. Я сейчас это вас произведу. Интерграл по R от мере бесконечности R квадрат на R. R квадрат у нас взялось от интеграна перехода к электрическим переменам. Всегда, когда интегрируют электрическую систему координат, по гигеренциалам объявленной переменной будет стоять R квадрат. Так, дальше, R квадрат. Р квадрат у нас. 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 Р квадрат у нас 2, и. Минюзатем, может быть, писал вместо бодрии N. Сейчас я бы уже конкретное значение главного плантора места подставляю. Ну, можно сказать. На двойной интеграл. Первый предел интегрирования от мера до P и синус 2, да? Это синус, это взялся не от цивилической гармоники, не от оператора. Он взялся из никакого перехода. Интегрирование по азимутазному углу без тяги хитрых кондиционеров с ним с удовольствием. Ну, а здесь, собственно говоря, тот вклад функции оператора. Это синусическая гармоника сопряженная с индексами L' M' Htpdc. Потом QoSin. Я так пишу. И синусическая гармоника с индексами Ln. Htpdc. Вот. Весь матричный элемент я представил как произведение. Первый интеграл называют радиальным маточным элементом. Второй интеграл называют угловым матричным элементом, потому что они имеют ту же самую структуру. Функция сопряженная, оператор, функция несопряженная. Здесь тоже самое. Функция сопряженная, оператор, функция несопряженная. И анализ всего матричного элемента я начну с углового матричного элемента. Итак, угловой матричный элемент. Что мы про него знаем? Мы знаем, что L' R' принимает какие-то значения. Из какого-то диапазона не помню ни какого. Какие его значения могут быть L' H? 0,1. Да. Потому что мы ограничены. Состоянием все равно 0. Ну а M меняется от 0. А M меняется от минуса штрих до штрих. И если это не будет так понятно. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ага. Чтобы рассмотреть угловую матричную элемент, нужно кое-что знать, когда с фричкой гармоникой кто-то уже не знает. Сфричка гармоника Y Сфричка гармоника Y Сфричка гармоника Y Так, а чё я... Я просто возьму и выпью у кого-то такие... Какие направления? Y 0 0 Ты помните, что можно на Y 0? Нож на Y 0 А почему такой стравкий квадратный формат? Почему он не умеет? Нормиров! Одно из знаний, которое всегда у вас должно быть Это то, что... Интеграл Вот... Такой вот интеграл От двух светических гармоников Всегда будет равен дельта символу Y сопряжённый H'M' На Y несопряжённый LM Это произведение Дельта L'M' Дельта MM' Фредфак Так вы точно должны сжать и его не выпускать никогда Если Разные У них индексы То есть Фредфаканские гармоники Офтогональны Интеграл У нас У И Мин 0 Я его помню Это корень из 3 на 4 и 3 Просто 8 на 5 Эта функция тоже пригодится Ну и ещё две пригодятся Это Это Когда M Когда L равен 1 Так Если Я не ошибаюсь Я Ошибаюсь То У нас здесь будет Минус Плюс Корень квадратный из 3 на 8 Синус Это И Вот такая экспонента Е степени Плюс Минус Ох Вот эти функции Которые входят в уголь этот интеграл Я все функции выписал И По идее можно уже начать считать Но я Перед тем как Поставлять все эти функции в интеграла Все эти функции в интеграла Лучше подумать сначала А именно Можно заменить что В зависимости от φ в физической гармонике Оно либо есть в виде экспонента либо нет вообще И это касается не только в случае l равен единиц Всегда сферлическая гармоника от φ заявится следующим образом Е степени и m φ Коэффициент протроцвольной связи с пунктом только от этого Опираясь на это вот опираясь на это можно взять вот наш общий интеграл вообще в общем виде фит по фит проинтегрируем Ой что это? Ооо 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 Что это вообще? Мог бы не писать Мог бы не писать не пишите не пишите информацию и пойду интегрировать итак интеграл Ооо Фит интеграл по цитам я встал так так от нуля до двух пи Ооо дэйфи ну вот там в интернете у нас есть сферийская гармоника y m сопряженная от т до пи и y m от т до пи давайте представим ytln так некоторую функцию от т разовисящую на е степени и m а соответственно вот эта вот функция будет некоторой ну тут будет т согреженной л штрих м штрих от это на е степени чтобы показать л штрих минус минус ytln пишет и m3p поставив эту и другую функцию у нас будет отдельно которую я не буду рассматривать и остер RAM под Φ И отдельно, вот от дыра Пфи я и вытяню свою Так, вкладка от 5-й скречной гармоники Минус и М3 Фи Вкладка от этой Есфи И М Фи Все, больше ничего нету Там еще стоит кое-смус тета в интеграции, но он вкладывать по Фиде какого-то даст По-моему просто интервал, с которым никто интегрируется, правильно? Или витабная функция Под интегральным Под интегральным Да? Да Ага Ага Почему это? Два питочка символа Два питочка символа Два питочка символа Два питочка символа Почему? Если они разные по ноль Два питочка символа Два питочка символа Смотри, не мешает ли мне такого удовольствия Я не спрашиваю Не, удовольствие в чем Что люди начинают интегрировать Получают Две степени Две степени минус И минус n плюс n Вот первообразные деленные на i минус n Два питочка символа минус н Два питочка Сделают постановку от 0 1 Получает 0 0 Получается Недубрав потому что числитель и знаменатель принимают одинаковое единичное значение при едино-меншнем и на едино-межнем и на едино-межнем пупе И затем разрушают парадокс А сегодня я лишён этого удовольствия, я вас заточу. Вот. Это вот, да? Суть-то в том, что когда m' и m одинаковые, мы не можем делить на эту разность, и поэтому нужно отдельно рассмотреть этот случай. То есть, когда m' и m' одинаковые, у нас получается 2π, тогда разный получается 0. Вот. Когда m' не равно m', интеграл по φ, это важный выбор. Это означает, что несколько матрищных элементов можно не считать. Вот я уже заготовку для матрицы сейчас здесь вырисовал. Итак, матрица 4 на 4. Итак, здесь у меня будет функция 2, допустим, 0, 0. Что-то у нас будет. m' здесь и m' здесь, да? Так, пошёл дальше увеличивать. 2, 1, ну, допустим, минус 1. 2, 1, 0. Если кто-то не понял, что я здесь сделал, тот зря пришёл на сегодняшний панк. Понятно. Ну, просто выписал те функции, на которых у меня маточные элементы будут браться. у нас в первом столбце будет те же самые топово-соответствующие левой обкладки маточного элемента. 2, 1, 0. Что? 2, 1, минус 1 здесь, 2, 1, минус 1 здесь. Всё правильно я пишу. 2, 1, 0. Либо на последний 2, 1, 1. Так вот утверждается, что если у меня m и m' разные, то интеграл парфи обнулится, следовательно обнулится весь угловой интеграл, угловой маточный элемент, следовательно и весь маточный элемент будет равен. Просто берём и вписываем нолики в тех местах, где m и m' разные. Здесь одинаковые. Вообще диагональные маточные элементы у них, все квадратные вещи поставили справа одинаковые, я их сразу же подчеркну вот так, да? Сколько могут быть не нули? Сейчас здесь я рассматриваю. Так, следующее. Здесь m равен минус единица, m' равен нулю. Ноль. Здесь m ноль, m' тоже ноль. Тоже печально. А вот здесь ноль, потому что m единица, m' может быть ноль. Аналогично здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль. Так, здесь подчеркиваю, потому что ноль-ноль. Так, здесь ноль, здесь диагональ не рассматриваю, здесь ноль. Так, ну и последний, здесь будет и нуля. Ноль, и ноль. О! Какая консультация. Да, из 16 матричных элементов можно осуществлять всего-навсего раз, два, три, три, шесть. Здесь я люблю его комментариев. А это еще не конец. Сейчас еще более упростим тультуру матрикса. Вот у меня есть, сколько получается, четыре диагональных ваточных элемента. И два не диагональных, вот этих. Рассмотрю отдельный диагональный ваточный элемент. Полные угловые ваточные элементы. Так. Что это будет такое? Что это будет за интеграл? Это будет интеграл. Но мне уже лениво писать вот этот двойной интеграл, ладно? Я его запишу просто, как многие делают. Это интеграл по крестному углу, который вот так. Так, здесь y сопряженный с индексами lm, затем cosθ и y не сопряженный lm. Диагональный ваточный элемент. lm, 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 lm. Можно проще написать. У меня эта функция и эта функция совершенно одинаковая. Здесь я записываю даже не... А вот так вот запишу. Квадрат модуля свечки гармоники, вам нужно его просто поставить. Вот так. Оказывается, его можно просто считать, если взять ещё одно свойство свечки гармоники. Вот. Первое свойство, зависимость от c всегда одинаковая. Второе свойство, которое я записал, которое потом, наверное, пригодится когда-нибудь. Это... Что это? Нормировка. Да. Сверточки гармоники. Есть ещё третий свойств. Ага. Третье свойство следует из того, что... Сверточки гармоники. Ну, открыт. Да. Сверточки гармоники. Это собственные функции угловой части оператора опашки. Третье свойство следует. Третье, наверное... Третье. 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 Так вот. Все следички гармоники обладают свойством чётности. Обладают определенной чётности. Вот. Ну, в каком смысле чётности? Вот есть точка на одной части единичной сферы и есть точка на противоположной части. Значения сверечки гармоники на этих двух противоположных точках, они либо совпадают, либо противоположны. Если совпадают, то сверечка гармоника называется чётной, если противоположная называется нечётной. Так, как бы это записать по-русски? Сейчас скажу. И вообще, если у нас одна точка имеет координаты d, t и fi, то точка противоположная ей на единичной сфере, какие будут иметь полярные диаметальные углы? Ну, как это? Три минус пять, то фи плюс, а фи плюс лоби. Фи плюс бюб, допи, и фи, но это. Фи плюс бюб. А с 8, конечно, записываем в старт. И внутрь. При чётных рейтах. Среди чётных рейтах – это чётная функция. При нечётных рейтах – это нечётная функция. Ну да, как-то странно видеть. Вот эта функция является нечётной. Хотя бы она будет с 6. С 7 класса привели к тому, что и космус чётная функция. Но космус в каком смысле чётная функция? Тогда аргумент отсчитывается от нуля. Действительно, космус от минус тета равен космус от тета. Когда сегодня речь идёт о переходе через начало корняк и тета – это полярный угол, то точки с полярным углом тета будут отличать точка с полярным углом пи минус тета. А космус пи минус тета – это минус космус тета. Поэтому свойство выполняется. Ну и считаем, что вы поняли, о чём я говорил. Какое отношение это имеет к нашему интегралу? А самое прямое, самое непосредственное. Здесь стоит квадрат свечки гармоники. Поскольку свечка гармоника либо чётная, либо нечётная, квадрат – это чётная функция. Вот этот интеграл – это интеграл по крестному углу. По всей поверхности нижней сферы. Я разбиваю его на два интеграла. Первый – по нижней полоске. А второй – как не трудно выгодаться. По верхней полоске. Зачем? То есть очень просто. Как я уже говорю, космус – это нечётная функция. Если теперь я в первом интеграле заменю область интегрирования на противопожные, то нижняя полоске придёт в верхнюю. Примерный объём не изменится. Свечка гармоника. Так, квадрат свечка гармоники не поменяется. А космус – это минус космусы. В сторону интеграла я ставлю. В итоге получается 0. То есть здесь, когда у нас диагональный мотошный элемент, у нас интегрируется нечётная функция. Нечётная в том смысле, что при изменении r на минус r, она меняет знак. Но при изменении r на минус r у нас радиальная свечка переменной переходит сама в себя. Тр переходит в pi минус r, pi переходит в pi плюс pi. Вот при такой замене, то регальная функция меняет знак. Это нечётная функция. Ну, ничего, нечётная функция. Ну, по потоку у нас обращается, но что-то. Если поток не верит мне, или мне распределение поединок имеет логический изъян, можете просто 4 маточных диаметра сосчитать. Везде должно получиться. ГТН вписал нулит диагональный ваточный элемент. Стоп. Вы не успели переписать мои... Ну, переписывайте. Переписывайте хорошо. Без помарок. Чтобы все буквы были чётко видны. Потому что те люди, которые у вас будут потом переписывать, чтобы им было понятно, что есть. А то, наверное, смотришь? Господи боже мой. Как можно было так-то ошибиться? Так. Разность большая переполняет ваши сердца. Оказывается, что среди 16 маточных элементов не нужно считать все их. Надо считать сколько? Один. Почему два? Один. Один. Или матрицы симметричные? Да. Мы... То есть, это у нас матрица эрмитового оператора. Один. Матрицы элементы эрмитового оператора Или? Короче, у эрмитового оператора эрмитовая матрица. Эрмитовая матрица, когда приходится в себя при операции эрмитового сопряжения. Я сейчас думаю, что бы стереть. А, все стереть. Поэтому два оставшихся маточных элементов должны быть полностью сопряжены друг кружки. Один сосчитаем, второй. Второй нажимаем сразу же. А что нужно? Сосчитать немножко. Маточный элемент был тип 2, 0, 0. Я уже полный выпишу. В 2, 1, 0. Это и есть. Тут все-таки распишу на произведение радиального маточного элемента. Так, что у нас здесь? Собряженная радиальная функция 2, 0. На R на несобряженную 2, 1. Пройдется считать. Умножить. Ну и в угловой матрица. Такого типа? Y. Так, здесь у нас 0, 0. В угловой матрица. А теперь от этого и фи. Потом космы. И Y, 0. И в угловой матрица. Тоже зависит еще от этой фи. Его тоже придется считать. Ну, как раз его-то уже можно сочетать отдельно. Все функции, входящие в него, известны. Третья гармония я выписал. Космус тоже известен, правильно? Поэтому я просто возьму сейчас и поставлю сюда то, что нужно сосчитать вместо Y на 0. Вот такое неприятное множество, это раз функция, затем космус это, два функция, и, наконец, еще одна столичная гармоника, тоже с корневым коэффициентом. Задел, считайте интеграл. Он легко сочетается, интеграл против возьмется сразу же моментально, интеграл от этого возьмется, ну, не сразу же, но с помощью простой замены и банального интереса. Если человек напишет, он не любит заменять и убежать в ближайшее место. Если человек не работает, immediate help for him and win, is this very difficult? Уже личный лиц не больше то тому? Не знаю, в этом кто-то вам строил. Задиноют мы такие плакси вяжут, вот эти лапы в белке. Лайка уже выислены вPressенья. Три формирует этот граф. Даже вот это, видишь? Да, вот это у вас. Три слова, видишь? Интервал по φ. Чему ради? 2 φ. 2 φ. Два коэффициента, которые можно перемножить, они должны нам корень из 3, делённый на 4 φ. Видите, φ сократился. Окончательный цвет φ собирать не должен. Что осталось? Издало только патент. Да. Ксирус, в общем, по дифференциалу остается куб космус. Интервал по квадрату просто. То есть космус куб. Или он на 3. В общем, наши делотехники. В итоге, это сколько-солько-солько-солько. Всё. 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 Корень из 3. Корень из 3? Да. Частинь или где, знаменатель? Единственный корень из 3. Единственный корень из 3. Есть только корень из 3. У кого получился минус, есть знакомые из 3. Есть такие? Ну, нельзя, не может включиться минус, потому что мы интегрировали положительную функцию. Знак там. Почему? На нижнем поделить единицу, на верхнем поделить минус единицу. Поэтому всё, в итоге два знака. Сейчас друга взаимно уничтожают. Можно было прийти к этому же ответу, не интегрируя ничего вообще. Рассказка? Ну ладно. Скажу. Смотрите сюда. Что это такое? Это инстеграл. По интересному обиду. Первая сверечка гармоника. Я её запишу как единственный корень из 4. Дальше у нас стоит корень из 4. Однако корень из 4. Очень хорошо выражается через другую сверечку гармонику. Я могу представить. Следующий со множеством. В таком вот виде. Это корень квадратный из 4 пи на 3. И у 1,0. Поэтому первая сверечка. Это точность пета. Ну а у 1,0. Я последний со множеством, как буду такое оставлю. Правильно? Потому что это вещественнозначное. Ну и всё. Воношу константы. Так получилось. А то, что у меня интеграл, который остался, это интеграл нормировки. И человеческая гармоника. Всё. Ни по фигни под это здесь интегрировать не пришлось. И так, прекрасно, замечательно, чудесно. И так, и так. Получился. 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 Передматочным элементом. И, конечно же, передматочным элементом я совершенно позабыл поставить размерные два множителя. Это заряд электрона и напряженность электрического поля. Можно писать. Скажите вы тоже, если вдруг загоните. Я говорю о том, что эти две звуки постоянно будут теряться. Вот они здесь потеряны. Ну, так. Интеграл. Что вы можете считать? Интеграл. Радиальный? Ну, нужно взять радиальный валовый функт. Открывайте. Вандау левшицы. У всех с собой андау левшицы? Да. Ну, такой у всех, по квантовой механике. Иди, нельзя. Все, что это. Ай. Ну, нужно воспользоваться этим. Тем, что я знаю. Мною воспользуюсь. Радиальная функция. Что она из себя представляет? Это есть какой-то константный левший. Далее. Всегда. Это е в степени минус r, деленное на n, a нулевой в Воронске радиус. А n это главная квантовая щиток. Дальше стоит какой-то полинон. В порядке, наверное, зависящий. Да. А, нет. Какая-то какая-то там. А вообще на полинон логер. Важно то, что у этого полинонного клинтушного логера у него n, r кормит. А, нет, еще ничего написал. Погодите, 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 погодите. Нет, нет. Правда, разуйтесь. Дальше стоит r на a нулевое в степени n. Вот. Вот так. Вот теперь другой делаем. 4, 9, 4 уже можно. С этим делаем 4, что-то. Какую-то информацию можно отсюда выявить. Итак, здесь у нас n, r кормит. 2, 1 и нарушил. А что такое n, r, кстати? n, r, который я не стал. Или в том, что это такое? Как оно выражается главным и обитальным? n, r, и это. n, r, и все? n, r, и все? n, r, и все? Ну, сходить можно таким образом. Когда у нас орбитальное квантовое число принимает максимальное значение, то n, r вращается в 2. Вот, посмотрим. Следовательно, r, 2, 1. r, это есть какая-то константа номеровки. Дальше. Стоит первая степень вот этого квантового образия. Первая степень, да. И e в степени минус r на удвоенный a2. Вот, что из себя представляет радиальная функция с индексами 2, 1. Только с информировкой можно уже узнать. С полином лагера единица, потому что nr в этом случае 0. nr равен нулю, значит, у нас ни одного корня по иному не имеет. Цель это константа. Правда, единица? Все. Так. Поехали. r, 2, 0, посажение. Итак, c с индексом 2, 0. Есть, то есть, вот, здесь нет, потому что n равен нулю. Эксподент. Минус r на 2a нулевой. Ну и здесь по иному первой степени. Которое я могу записать так. Единицы минус. Ну, так поступаю себе, у которого в памяти вообще ничего. и про радиальные волновые функции нет. Он только знает общие вещи. Например, е. Сможем ли мы отсюда найти сами волновые функции, как вы думаете? И при интенсивности открывать, скачивать, на на улице 3-й том. И искать нужную страницу. Факт. c21 форму найти? c21, вы? Да. Так. Мамилов. Отдельная радиальная функция. Любая. Интересно. Ну, единицы за днем сколько? 1,2. 1. 1. 1. 1. 2. А, а! Конечно, все у нас размерные вещи. Почему? Нет, это так. Смотрите сюда. Давай, давай. Это будет С2,1 по-моему, в квадрате, правильно? Чтобы на интеграла R в квадрате за R от элемента интегрирования, дальше R квадрат на А нулевое в квадрате, правильно? И здесь степень минус R на нулевое, верно? Так. Делаем замену переменных X, это отношение R к А нулевому, и получается нужное на С по-моему в квадрате, умноженное на так, здесь у нас будет X в квадрате, E в степени минус X, и здесь будет единица на А нулевое в третьей степени, да, в конечности. Так, E в степени минус X, умноженное на X в какой степени, в четвертой, да? E в четвертой, надо X. Все. Почему равен такой интеграла? Вы помните, интеграл автоматизирует X в степени N, E в степени минус X на X, равна, для нормальной функции, оценки членов. У вас верно этот факт, нет? Почему? Потому что когда N целое, это просто нас остается в факториал. У нас N целое, и интеграл равен 4 факториалов. Гамма от 5 и 4 факториалов. А 4 факториалов на сколько? 24. 24. Поэтому мы эту константу уже нашли. Так, прекрасно. А ту функцию нашли, изящно, даже не открывая вам довольно. 2 факториалов. Почемуacкун здесь? Почему здесь? Да, здесь трех. Почему здесь совсем дарит? Остановить следо 2,0 идти. Сможем именно найти её. Судьба параметра. Не только цены, цены, цены 2,0. Другой бы один цены, цены также нашли. Но вот ещё какая-то цена нам большая. Да. А тут параметр. Сможем ли мы найти? Давайте, пора сюда На ваш взгляд Если что, я знаю их И то и другое Не пропадёшь Итак Руква, сможем найти или нет? Пожалуйста Сможем Если воспользуемся тем, что радиальные функции, они взаимноотогональны Дельта N N' Дельта N N' Вот То есть Если мы возьмём интеграл Вот с этими двумя функциями Перезаденим этих двух функций Мы должны получить ноль А отсюда буква A идётся А на 2-2 Ну а C2-0 заходится здесь в нормировке Так, я забыл, что у нас были Ну и сейчас мы у меня и Одну вторую я запомнил, а вот C2-0 не очень Так Конечно у меня будет А нулевое с первыми три второй Понятно Так Нужно, значит, взять вот одну штуку Единице То есть 2 2 Минус 6 Да ? 2-6 правильно и плюс ну давайте дальше порешаем в любом случае все так это я стираю там берег не нужно потому что не нужно успеть главное здание до 5 успеть это реально? а если вы хотите 20 минут успеть? а если 30? а если 30? поэтому в ваших интересах решать пистограмму быстрее все все берем эту функцию поставляем сюда в напряжении не обращаем внимания не все вещества берем R2 берем R2 в напряжении в напряжении электрического поля единственный поля квадратный из трех и умножится на значение интеграл который вы сочетаете а я пока все таки все таки еще раз посмотрю вот на эту штуку она не ненавидна нравится 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 а я вчера что написал вчера это не так а но это и и и и и и и нет как сейчас а и а и 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 Ну, короче, если кто-то чувствует, что ноги не устанавливают, когда он видит, ничего страшного Подставляете все, выносите все константы за интеграл и делаете замену x равно r деленное на 0 Слышит такой замены У вас будет, конечно, два интеграла, но оба такого вот вида Я у нас разыграл чуть-чуть Мы же с интеграл представляем все эти шнуры, не посчитаем Не посчитаем Ну, пока вы считаете, я начну говорить, что, конечно, вмещение матричных элементов – это самое неудобное В общем случае, если бы не было упрощений При положении и прочего прочего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как я вынес все константы и сделал замену переменных, у меня должно получиться... Вот... Константы выношу, это будет единственный корень 48... 48... А нулевой в первой степени... А нулевой в первой степени... Первый интеграл будет таким... Х в третьей степени... Е в степени минус х... Минус... Одна вторая... Интеграла... А нулевой в первой степени... Х в четвертой степени... Е в степени минус х... Что? Почему 3 в четвертой степени? Тогда у нас мы раскрываем скопки с единицей... Ладно, гоню... Тихо-тихо-тихо... Тихо-тихо... Минус 100... 08 Так... Минус 100... Так... что у нас здесь... 48... это... 6, Lu с 6... Минус 100... Минус 100... Минус 6... Неvinёт. Не... Нет... Четыре... 3, bic+. Тебе, просипен, Mensch, но в court они Canton... Сannen wszystko... 6, Lu с 7... Легко... 6 и 8...ibles 18. 48 на 3 умножить на 16, да? Единственное на 4 умножить на 3 А нулевое, сколько открывается? Здесь 24, а здесь минус 60 Минус 60 Правильно? Да 24 минус 60, это будет минус 36 Минус 36, 34, сколько это будет? Минус 9 Минус 9 поделить на 3, сколько будет? Минус 3 У меня так получилось Если кто-то видит ошибку Минус 10 поделить на 33 Точно не порядке от 28 Да Да Ты что их смотришь 10 4 Ну я корни слег, 16 из корня это 4, а 3 осталось А, 2 на 4 Все самому приходится делать Все самому Ладно Ваша рука готова И А, все матрищный метр засчитали Матрищный метр готов? Вот это вот Минус 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 3 Е Напряженность поля А нулевое Эта полча будет точным таким Минус 3 Зарядное ядром Напряженность поля И Вот так далее Матрица вся готова Сейчас нужно Просто дойти в собственное значение этой матрицы Я все выпадки связаны с матрицными элементами Которые элементы Не нужны они нам Это Это было Типа померучное Смотрим теперь на матрице И вспоминаем как искать ее собственные значения Матрица Что мы считаем Матрица Что мы считаем Матрица Нужно Режим Диагональ Лямба Вычитаем Лямба И раз Первый шаг Потом Считаем Считаем Определить Определить Получные Матрица Я Так Минус Лямба Ноль Так Минус Три Е Е А нулевое Ноль Первая строчка Ноль 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 Огоню Ноль Минус лямба Ноль Ноль Все Вторая строчка Готова Третья строчка будет чуть позже Ноль 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 Минус лямба Ноль И последняя Ноль Минус лямба Ну конечно Мы получим Некоторый поленом Четвертой степени Но У нас много нулей В матрице Поэтому поленом будет довольно простой И корни у него Будет легко найти Конечно Площиной Распределить По последнему Толстцу Или по последней Стреке Да Плюс Минус Лямба Умноженное А Плюс 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 Минус Лямба Кто то? Нет Плюс Минус Плюс Плюс Минус Плюс Четыре И толстый Лямбинус Нормально Это я по-дупому еду Конечно же все понимают Что можно сделать по-другому Много проще Ладно Я считаю что не все понимают Что можно делать много проще Поэтому делаем Плюс Сейчас можно рассыпь повторную строчку Или повторную строчку Плюс Южат Плюс 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 Здорово Южат Не стеркнулки Ну и наконец окончๆ И я раскрыл вот разъединение. Собственное значение это корни. Вот такого уравнения. Получается, что корни найти очень легко. Их 4 штуки. У нас материн 4 на 4. Собственное значение должно быть 4 штуки. 2 корня совпавших. 2 корня различных и неналевых. Какие же неналевые? 3 четвертые. 3 четвертые. Плюс-минус 3 е. Да, да. Т.е. если теперь мы посмотрим картину расщепления отдельного взякла, выраженного уровня соответствующего данного кванту. 4 красного видоса. Это кусочек фельтра невозмещенного оператора герметрона Ашноль. Приложил возмещение. Оказалось, что выражение ненемец у нас частично. Потому что 2 из 4 собственных значения оказались нулевыми. Совпавшими. Не надо что ненемец, да? Потому что они одинаковые. 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 А в высоком ненеме нулю здесь поправка первого порядка. Соответствующая этим собственным значениям нулевая. 2 состояния не испытают никакого действия со стороны электрического поля. В первом порядке теории изучения, конечно же, нужно говариваться. 2 остальных испытают. Вот. Одно пойдет вверх. Другое пойдет вниз. Здесь. Высший лежащий уровень будет иметь энергию минус 3 е. А нижний лежащий уровень 3 е. По-моему так. Хотя. Наоборот. Сейчас помню. Нужно только договориться. Не то, что не договориться. Нужно вспомнить, что мы подтверждаем под буквой е маленькой. Е маленькой это что? Зайдет или модуль Зайдет? Модуль Зайдет. Модуль? А что? Все меняется. Значит, здесь вверху плюс, здесь вверху минус. Ну, я, если вы имеете в виду, поздравляю, конечно, что электрический поля смотрит в положительное направление оси Зайдет. Так. Угу. 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 А так что? 20 минут. А, 15 минут? Хорошо, теперь. Дааааааак. Теперь, теперь это еще не конец. Мы и не закончили. Рассматриваете эту удачу. Как мы узнаем о том, что он расщепился, да, понимаете? Всю информацию о энергетической системе, как той или иной квадратной системы, можно узнать из петроскопии. Вот здесь, глубоко внизу лежит еще состояние n равным 1. Оно не испытает никакого расщепления под действием электрического поля, оно отметально не вылезнет. Сместится немножечко, да, сместится. По которым при этом теории можно смещение посчитать. Но дело в том, что разрешены переходы из одного состояния в другое под действием внешнего электрического поля. Эти переходы мы рассмотрим, но, конечно же, потом, когда будем проходить нестационарную теорию размещения. Переходы, вызванные переменным электрическим полем, потому что поле переменное, Возле рассматривался как влияние нестационарного поля. Так вот, что мы увидим, если вдруг подействовали электрической волной? Мы увидим, что вместо одного перехода, который был, в случае отсутствия внешнего электрического поля. Состоянно. У нас появятся три перехода. Ну, у них, скорее всего, будет разная интенсивность. Интенсивность потом потом будем читать. То есть, вот, один переход соответствующий разности энергии без электрического поля. Вот, что с ним произойдет, когда электрическое поле включается. Это, так называемое, расщепление спектральных линий. Знаете, что это? Если это не минимально. Электроскоп? Не знаю, что она называется. Ну, была одна линия, а остальных три. Конечно, скорее всего, мы их не увидим. Потому что переход в состояние n равное 1, в состояние n равное 2, какому? Электромагнитному диапазону с ответством. Какой это свет? Не видно. Нет, не видно. Нет, не видно. Нет, нет, нет. Ультрафиолет. У нас ультрафиолет выключается или нет? Конечно, это ультрафиолет. Вы можете посмотреть, что это. Никак не надежный учет. Да, это ультрафиолетовая часть спектра, поэтому глазом мы не увидим. А как можно увидеть ультрафиолет? Для другой атомной системы, где переходы видимого в спектре, имеет то же самое расщепление опекторных уровней в элитмическом поле. Эффект, когда спектральная линия испытывает расщепление при помещении вещества Георетическое поле называется эффектом Штарка Эффект Штарка будет открыт как газ В каком виде? В общем, да, это стон Я знаю, что Штарк был бы у пушистых Более от министров, более под министр Так, ладно, следующий раз будет, например, уже Москвин Поэтому я с совестью заканчиваю сегодня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова